Здравствуйте, я в эфире тема дня. Сегодня мы поговорим о том, как защитить свою собственность. Это касается как физических, так и юридических лет. У нас в гостях Сергей Никитенко, начальник управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Запорожской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Какие способы защиты прав собственности существуют на сегодняшний день? Прежде всего хотелось бы отметить, что основным заданием сегодня, которое стоит перед государством, является все-таки защита права собственности. Приоритетом в работе Министерства юстиции также является приближение к субъекту, к собственникам услуги альтернативные, которые я скажу позже, в чем заключается альтернатива по защите прав собственности. Для того, чтобы максимально собственник мог отреагировать на какие-то изменения в реестре, на какие-то несанкционированные действия в реестре и, соответственно, защитить свои права. Прежде наряду с традиционными способами защиты, которыми является все-таки обращение в суд субъекта, как юридического, так и физического лица, мы понимаем, что есть конституционное право гражданина обращение в суд. Прежде, по любому вопросу. То есть никто не может быть лишен этого права. Ну, как показывает практика, для того, чтобы обратиться в суд, гражданину, физическому либо юридическому лицу необходимо воспользоваться услугами юриста и оплатить судебный сбор. То есть на сегодня судебный сбор составляет немалый размер, что порой бывает накладно для наших граждан, для наших земляков. И также услуги юриста. Ну, как бы, они могут абсолютно варьироваться по разным параметрам, по разным критериям. Ну, и также процесс, ну, как бы, проблема судебной системы в том, что процесс можно затягивать. Для этого есть абсолютно законные методы, и таким образом решение вопроса, по сути, может быть затянуто на неопределенный срок. И, соответственно, с объектом может происходить дальше какие-то трансакции, и потом будет гораздо сложнее все-таки восстановить справедливость. Какая работа и какие результаты сегодня есть в Министерстве юстиции в плане реализации реформ по альтернативной защите права собственности? На сегодня собственник абсолютно открыто, беспрепятственно, в случае, если он все-таки узнал, я расскажу потом способы информирования об этих действиях, посредством которого собственник может узнать, происходит с его объектом какие-то незаконные действия или не происходит. После того, как он узнал, он может обратиться в Министерство юстиции, либо в территориальное подразделение, которым является главным территориальным управлением Запорожской области, подать жалобу на действия такого госрегистратора, и главный территориальный, либо Министерство юстиции рассмотрит в кратчайшие сроки, мы в этом прямо заинтересованы, и восстановит справедливость, по сути жалобы, либо в определенных случаях это обращение, об этом позже, на этом позже остановлюсь. И таким образом, человек абсолютно бесплатный, ему не надо оплачивать судебный сбор, ему не надо пользоваться услугами адвокатов-юристов, для того, чтобы составить исковое заявление. Он приходит к работникам главного территориального управления юстиции, которые дадут исчерпывающую консультацию, которые помогут составить такую жалобу, и которые в максимально кратчайшие сроки ее рассмотрят, и заставят нечистого на руку регистратора все-таки внести изменения в отношении, внести изменения, либо, выражаясь украинским языком, скосувати такую дею в реестре. И таким образом, собственник сможет восстановить свое право. Это вы рассказали о механизмах, которые работают... Да, это прежде всего способ. Хотелось бы остановиться на механизмах. Да, которые работают на сегодняшний день по защите собственности. Основным механизмом на сегодня, одним из основных, я могу сказать, У нас есть рассмотрение жалоб, да, понятно. У нас есть рассмотрение обращений. То есть, если вы, как обыватель, как неравнодушный гражданин нашего общества, узнали о каких-то корыстных, каких-то незаконных действиях того или иного регистратора, даже не будучи заинтересованным лицом, не будучи собственником такого объекта, вы имеете право написать обращение в ГТУ, либо непосредственно в Министерство юстиции. И изложить там ваши все доводы, как бы, и ту информацию, которая вам стала известна. И этот, по результатам, данный регистратор будет промониторен. И, соответственно, если те факты, которые были изложены, найдут свое подтверждение, он будет наказан. Либо отключен от реестра, либо доступ вообще будет аннулирован. Он будет аннулирован в реестр, и он не сможет работать госрегистратором. Я знаю, что появилась новая программа для того, чтобы узнать, кто претендует на твою недвижимость или на то, что у тебя есть, скажем так. Что это за программа? Совершенно верно. Сегодня наипопулярнейшим, наверное, сервисом, который предлагает Министерство юстиции по защите прав, и посредством которого приближает защиту права, права собственности к обычным гражданам, нашим землякам, это СМС-уведомление. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нашему человеку-рожданину необходимо зайти на платформу Лига Закон, создать личный кабинет. В личный кабинет необходимо указать информацию о реестном номере объекта, который есть в его собственности, информацию о номере мобильного телефона, либо информацию об электронной почте, на какую он хочет в дальнейшем, планирует получать информацию о том, происходит с его объектом какие-то действия, санкционированные, незаконные, либо не происходит. То есть на сегодня эта услуга платная, услуга по информации в отношении изменения собственника, 120 гривен в месяц, и дополнительная услуга предлагается информирование в отношении того, что поддавались ли какие-то заявления в отношении вашего объекта. То есть мы понимаем, на сегодня реестр вечных правных индивидуумов имущества у нас есть абсолютно открытым. В отношении субъекта, либо объекта, абсолютно любой человек может запросить информацию. Если это раньше была тайна за семью замками, то сегодня абсолютно все тайны у нас становятся явью, так сказать. И в отношении любого объекта, любого земельного участка, имея идентификаторы для поиска, можно получить информацию о собственнике. И наоборот, в отношении любого субъекта можно получить информацию об объектах недвижимости, которые принадлежат такому субъекту. Скажите, а какие упрощения для регистрации общественных и благотворительных организаций действуют сегодня? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что Министерство юстиции в рамках опять реформы по защите правособственности, ну и, скажем, приближению онлайн-сервисов онлайн-сервисов к нашим гражданам внедрило форму, скажем, защиты бизнеса, прежде всего. Почему я говорю о бизнесе? Для того, чтобы потом было понимание в отношении общественных организаций, в чем же все-таки упрощение. Если ранее, для того, чтобы поменять, я выражаюсь простым языком, регистратору, поменять учредителя, поменять директора на каком-то предприятии, на каком-то холдинге, неважно, неважно, какого масштаба предприятия, регистратору необходимо было подать протокол, который оформлялся в простой письменной форме и посредством которого регистратор вносил изменения в реестр. То есть можно было подделать протокол, соответственно, и поменять директора. То есть, скажем так, по анализу, который был проведен Министерством юстинции, ну, скажем, это самая распространенная рейдерская схема, вот, которым на протяжении с 2013 до 2016 года пользовались рейдеры. То на сегодня есть законодательная обязанность регистратора принимать документы, я имею в виду протокол, не в простой писанной форме, а принимать такие документы с нотариальным заверением подписей. Потому как в данной ситуации ответственность будет разделена с нотариусом также. И, как показывает практика, количество рейдерских захватов предприятий у нас уменьшилось в разы, потому что все-таки нотариусы на это не пойдут никогда. Спасибо за то, что пришли и рассказали подробно о том, как защитить свое имущество. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Сергей Никитенко, начальник управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции Запорожской области. И мы подробно рассказали, как с помощью СМС-уведомлений можно защитить свое имущество. Продолжение следует...